Казахстан Казахстан Привет, друзья! Многие из вас в комментариях просили, чтобы мы сделали видео о большой и братской стране Казахстан. Особенно хотим отметить и поблагодарить за настойчивость нашего очень активного видео. Что ж такая любовь к своей стране должна быть вознаграждена? И для всех зрителей нашего канала, ну и конечно же для тебя, друг, мы сделали видео об этой очень красивой, интересной и колоритной стране. Казахстан Площадь Казахстана очень большая. 2 миллиона 724 тысячи 902 квадратных километра. Это девятое место в мире по величине территории. Граничит Казахстан с Россией, Туркменистаном, Узбекистаном, Киргизией и Китаем. Из всех стран бывшего СССР родина казахов считается второй по величине после России. Кстати, граница между Казахстаном и Россией вообще является самой протяженной во всем мире. Численность населения почти 18 миллионов человек. Коренные казахи составляют чуть больше 60% населения. Вторыми по численности идут россияне, около 20%. В стране также проживают украинцы, татары, узбеки и даже коренные немцы. Казахстан славится на весь мир величием горных вершин, загадочностью пустынь, изумрудными озерами, уникальностью животного и растительного миров. Чего только стоит упоминание о древнейшей цивилизации, коей является эта страна. Здесь издавна проживали кочевые племена, именно тут пролегала большая часть Великого Шелкового Пути. Казахстан отдален от океана, поэтому на севере климат суровый и холодный, на юге же напротив, мягкий и теплый. Средняя температура января на севере минус 18, на юге минус 3. Средняя температура июля на севере плюс 19, на юге плюс 29. Кстати, такой момент, да, максимум минус 18, да, температура. Просто вообще существует такой стереотип, не знаю, может быть лично у меня только, то, что Казахстан это такое, как бы, ну как, южная страна, да, там всегда тепло, там всегда снега вообще нету, а насколько я знаю, у вас тоже бывает снег. Это, конечно, такое немножко, если так можно сказать, такое слишком наивное, да, представление об этом, но я имею в виду про такой глобальный сложившийся стереотип, то, что там всегда солнце, жара, и... А тут у вас там и морозы бывают. Прикольно. Событие новейшей истории произошло 16 декабря 1991 года. Республика стала независимым демократическим государством. Столица Казахстана город Астана во времена Союза имел название Целиноград в честь освоения целины советским народом. В 1992 году название города претерпело очередное изменение, теперь он стал называться Акмала. Город был вторым по величине и по значимости в Казахстане до 1998 года. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в июне 1998 своим указом переименовала к Малу Астану и перенес все государственные и финансовые объекты из Алматы в Астану, сделав этот город столицей государства. Кстати, Астана в переводе с казахского так и будет столица. Город стал стремительно расти, превращаясь в прекрасный мегаполис с великолепными архитектурными формами, в которых тесно переплетены европейские и восточные стили. Для построения нового евразийского города президентом Казахстана были приглашены ведущие архитекторы мира, которые создали город-сказку. Астана город с очень контрастным климатом, абсолютный максимум температуры зафиксированной в городе... Ребят, по поводу архитектуры, да, в столице вообще просто вышка. Я помню, как-то пару лет назад, может быть, пять, ну, как бы относительно давно, да, где-то мне попались фотки, ну, в сети столицы Казахстана. И я тогда просто офигел. Опять же, вот от этих зданий, от этой архитектуры, все так, как бы, ну, круто, современно. И, опять же, это все вот это в голове, да, стереотипы, которые сложились, то, что... Что такое только, может быть, там где-то за границей, да, там в Америке, там в Европе, а вот как бы в нашей части, в наших краях, да, если так можно назвать, ну, такого не бывает. А тут прям вообще я в шоке был. Плюс 42. Абсолютный минимум минус 51 градус. Относительно водных ресурсов хотелось бы сказать, что в Казахстане порядка 8,5 тысяч маленьких и больших рек. Таких, как Ирты, Штабол, Ишим, Урал, Ильи, Сырдарья. На территории республики также разместились более 48 тысяч озер разных размеров. Самые большие из них – Балхаш, Зайсан, Тенгиз, Алаколь. Одним из самых красивых городов является Алмата. Он привлекает туристов оригинальными архитектурными ансамблями и уникальным алматинским... Ребят, извините, что часто стопаю, да, просто по ходу видео мысли приходят в голову, и мне хотелось бы вам озвучить. Кстати, я знаю, как раньше называлось Алмата. Это верный, да, название? Кстати, напишите в комментариях, я прав или нет. ...природным заповедникам. Практически каждый знает, что жители республики – чрезвычайно гостеприимный народ. К казахам можно приходить без приглашения, и хозяин дома всегда будет рад. Среди характерных черт казахов выделяется терпимость, миролюбие, уважение к старшим и, конечно же, хорошее чувство юмора. Ой, пацан! Хайрат! Хайрат! Егор! Хайрат! Все эти качества воспитываются в каждом с малолетства, поэтому здесь нет межнациональных или религиозных конфликтов, хотя в Казахстане проживает много различных народов. Казахстан занимает восьмое место по мировым разведанным запасам нефти. Экономика республики завязана на экспорт таких ресурсов и продуктов, как нефть, железные руды, цветные металлы и зерно. Главная статья в структуре экспорта государства принадлежит продукции нефтяной промышленности – около 38%. Казахстан условно поделен на пять экономических районов, каждый из которых имеет свою специализацию. Районы эти – северный, южный, центральный, западный и восточный. При этом западный экономический район специализируется на добыче нефти и газа, восточный и центральный – на машиностроении, черной и цветной металлургии. Северный – на добычу угля, железных руд, производстве электроэнергии и стройматериалов. В южном экономическом районе развито сельское рыбное и лесное хозяйство. Здесь активно выращивают рис, пшеницу, хлопок, овощи и фрукты, развито овцеводство и коневодство. Основные торговые партнеры Казахстана – это Россия, Китай, США и Германия. Казахстанские полицейские охотно берут взятки, но государство старается бороться с этим. Например, с 2015 года полицейские машины оборудованы видеорегистраторами и камерами видеонаблюдения в салоне. Также у инспекторов имеются видеожетоны, которые фиксируют все действия и разговоры. По показателю ВВП на душу населения в 2016 году страна заняла печальное 83 место в мировом рейтинге с цифрой 6470 долларов на человека. Рост экономики Казахстана происходит в основном за счет добычи полезных ископаемых. А это значит, что со снижением мировых цен на нефть Казахстан, как и многие другие страны, сидящие на ресурсах, впал в серьезную экономическую депрессию. Большая часть молодежи стремится устроиться на государственную службу, ведь это надежная и стабильная работа с постоянным заработком. Сколько денег тебе дать? Пять! По данным 2016 года, мрот в Казахстане составил около 23 тысяч тенге. В российской валюте это примерно 4200 рублей. Средняя зарплата в Казахстане равна 122 тысячам тенге, около 23 тысяч рублей. У врачей и учителей средняя зарплата в стране в районе 45 тысяч тенге. В рублях это чуть больше 8 тысяч. Кстати, тенге очень древняя валюта и является родоначальницей слова деньги. В Казахстане много интересного и казахам есть чем гордиться. Например, космодром Байконур, который сделал страну знаменитой на весь мир. Именно с него 12 апреля 1961 года впервые в космос был отправлен человек и звали его Юрий Гагарин. Медео. Самый высокий каток в мире, расположен на высоте 1691 метр под уровнем моря. Заливается он чистой горной водой, которая будто заряжает коньки энергии. Иначе как объяснить наличие двух сотен мировых рекордов? Озеро Балхаш. Одно из самых больших на планете. К тому же оно единственное в мире наполовину соленое, наполовину пресное. Ученые до сих пор не могут объяснить этот природный феномен. Казахстан является лидером среди стран бывшего СССР по благотворительности. Каньон Чарын. Находящийся в 195 километрах от Алматы и протянувшийся на 154 километра вдоль одноименной реки. Его часто сравнивают по красоте и уникальности с американским Гранд Каньоном в Колорадо. Астанинский театр оперы и балеты «Астана-опера» считается одним из лучших театров мира. Первый и единственный президент Казахстана, но Султан Назарбаев, занимает пост вот уже 24 года. Кто-то Назарбаева очень хвалит и боится думать о том, что будет после него. Ну а кто-то наоборот ругает, аргументируя тем, что за эти годы с такими ресурсами и возможностями, как у Казахстана, можно было сделать гораздо больше для своего народа. В любом случае, глядя на то, как живут некоторые союзные республики и какой там уровень жизни и свободы слова, понимаешь, что Назарбаев далеко не самый плохой президент. Велоспорт является третьим по популярности видом спорта в Казахстане. Государство активно развивает и поддерживает велодвижение. Проводятся веломарафоны, строятся велобаны и велодорожки. В Астане и Алма-Айте действует система велошейринга. На специализированных велостанциях, используя карточку, можно взять на прокат велосипед. Первые полчаса бесплатно, так что можно бесконечно ездить от станции к станции, не заплатив ни копейки. Самое известное блюдо казахской... Так, ребят, стопорну немножко, да? Все вот это вот благо для народа, все вот эта вот красота, я так понимаю, это только в двух основных городах. Это Астана, которая нынешняя Нур-Султан, насколько я знаю, и Алматы. А везде, ну, в остальных городах все, как бы, значительно хуже, да? Кстати, напишите в комментариях, так ли это или нет. Потому что, вот, если, судя к примеру, брать аналогию, ну, как бы, с нашей страной, да? У нас тоже Москва, Питер, что там? И все. А остальные города значительно ниже уровнем по всем показателям. Если брать столицы регионов, допустим, Самара, Казань, там еще что-то, там, ну, конечно, они как-то стремятся, да? К столицам, Москве и Питеру. А в регионах, в провинции полнейший мрак. Не знаю, как у вас дела с этим обстоят, но что-то мне показывает, что примерно у нас схожие, да? Вот эти вот показатели. Печально. Опять же, да, вот этот момент, не знал, бешбармак, пять пальцев. Блин. Учаровательные представительницы слабого пола. Сказочная природа и гостеприимный народ. Все это прекрасный Казахстан. Кстати, видео, по-моему, это уже 4 года, которые я сейчас смотрю. Я думаю, за это время многое что поменялось. Спасибо за просмотр, друзья. Сложно в одном видео рассказать о такой большой и интересной стране, как Казахстан. В формате видеоролика мы постарались изложить информацию о стране достаточно разносторонне, но в то же время кратко. Если о чем-то не упомянули, напишите об этом в комментариях. Особенно нам интересно мнение самих казахов. А на сегодня все, друзья. Спасибо, что были с нами. И до скорой встречи. Сразу хочу сказать спасибо автору данного ролика за такую крутую и большую проделанную работу. Много интересных фактов, много узнал. Ссылку на канал я добавлю к себе в описании. Ну, как бы чисто из уважения, да. Потому что я взял контент, делаю на нем свой контент. Но суть в том, что как бы много интересного узнаю. И опять же, напишите в комментариях, что поменялось с тех времен. Потому что, опять же, видео почти 4 года. И может быть автор что-то, ну, в чем-то ошибся, да. Что-то недосказал. Где-то неправильную информацию, может быть, подал случайно. Напишите в комментариях. Интересно будет почитать. С удовольствием почитаю, всем отвечу. Так, ну, все. Спасибо, что посмотрели со мной вместе это видео. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Было интересно. Давайте все, всем пока. Не забывайте подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok